Приветствую всех кто смотрит, это Кот, это Рим 2 Total War, Андрейское царство, легендарный уровень сложности. Продолжаю я свое восхождение к Олимпу и в прошлой серии я тут расхерачил в пух и прах все что было у Афин, получил блин такой вот дикий минус по деньгам, потому что в Аполлонии нанял много наемников, чтобы спастись от остатков ипирских войск и от вот этих вот восставших. Да, у меня много что надо перестроить, у меня по нулям абсолютно в Аполлонии гарнизон, поэтому мне пришлось просто нанять много наемников. И сейчас я попытаюсь взять Афины, попытаюсь полностью воспользоваться, так сказать, своим преимуществом. И еще у меня из Одессы, насколько я помню, и вы может быть помните, если нет, я напоминаю, из Одессы вышло аж 2 стека Македонян, куда-то в темноту. И они где-то над Пульпудевой, поэтому это очень опасно. Я смотрю на глобальной карте, где находятся еще войска какие-нибудь, да, вот где-то здесь находятся эти несчастные 2 стека Македонян, поэтому Пульпудева в опасности. Здесь у меня не сильно большой гарнизон, может быть и от одной армии я еще отобьюсь, но от 2 стеков нет. Поэтому мне нужно одну армию возвращать. Это будут либо клинки, либо вот эта армия, которая выше, поклонники Кота. И, наверное, поклонники Кота спокойно достают до туда, да? Наверное, их, либо клинков я туда отправлю. Что у меня вообще? А, у меня, в принципе, все генералы мои, поэтому не важно, кто у меня будет простаивать, а кто будет воевать с Афинами. Все генералы мои, поэтому я буду повышать именно своей фракцией, своей подфракцией, так сказать, основной правящей династии, буду повышать авторитет, поэтому не важно. Это все можно пообъединять, в принципе, если на меня нападут, то они умрут, эти войска, а так, а так хоть какой-то шанс есть, что они принесут пользу. Так, и что у меня здесь? Греческие мятежники, я понял. Ну, это наемники разберутся мои с этими греческими мятежниками. 92% в режиме обороны. Спокойненько всех убиваю. Так, и еще до того, как я расформирую своих всех наемников, можно как-то их использовать еще. Например... Да, армия у меня максимальное количество, ничего большего полония я нанять не могу. Например, вот этих волшебных грабителей можно отправить на Зевсовы громы, на Эпирскую вот эту вот флот, да, чтобы его отогнать. Но он отойдет, ну, грубо говоря, дальше что? Мне нужно будет опять наемников содержать, поэтому я лучше их использую в бою. Да, вот тут можно моего полководца быстренько качнуть. Что-нибудь, как правило, я беру либо броню, если она есть, это самые вообще офигенные проценты, либо я беру что-нибудь, связанное с общественным, ну, как он называется, боевым духом. Ну, иногда беру всякие глобальные фишки, типа, там, общественного порядка, там, или что-нибудь такое. Ну, это реже гораздо. Вот боевой дух я возьму. Так, атаковать меня будет какая-нибудь армия из этих двух. Вот гнев Гибелезиса. Допустим, я беру в осаду гневом Гибелезис. И это ничего хорошего, да, пока. То есть, там гарнизон есть, гарнизонный флот, обычный флот, еще какая-то армия стоит. Вот, клинками я могу, в принципе, проатаковать вот эту армию. Могу его просто клинков подвезти сюда. Сохранить очки перемещения. Очки перемещения мне еще понадобятся. И вот этих вот грабителей наемных. Наемную армию. Вот, смотрите, видите, я клинков могу еще к Аполлонии отвезти. То есть, я, по идее, не должен потратить на этой армии очки действия, потому что я не ей буду атаковать. Она просто будет, как бы, у меня в подмоге. Итак, атакую. Вот, уже совершенно другая ситуация. Вот, если, кстати, взять ночную атаку, то все плохо. Потому что я атакую только одной армией. Нет, я буду атаковать тремя армиями. Одна из них наемная полностью. 84%, все прекрасно. Фины мои. Вот так вот. Одно большое генеральное сражение около Ларисы. Где раскатал 7 армией. 7500. 7500 ограбления. Это довольно приличная сумма. Очень хочется поиметь эту сумму. Я ее беру. Так, теперь еще одна атака небольшая. Можно грабителями прямо проатаковать. Нет, не могу, к сожалению. Правильно. Как же я могу атаковать грабителями, если они на быстром марше шли сюда? Так, взял. Все, клинков я на быстром марше убираю в Аполлонию, как я и хотел. Видите, сразу же закрываю все дырочки. А всех наемников я расформирую. Они хорошо послужили мне. Так, и здесь можно, в принципе, все нафиг сносить. Получить еще дополнительные деньги. Сотню, наверное, все-таки я буду строить. Не знаю, еще подумаю. А все остальное сношу. Потому что у меня таких технологий даже нет, чтобы все это дело перестроить грамотно. Да и денег дофига слишком надо на это. Дон роботорговца, конечно, можно построить. Он всего второго уровня. Или чертог вождя, чтобы общественный порядок увеличить. Но пища в минус уходит. Стоит оно того? Тысяча сто рублей стоит. Влияния помоек на общественный порядок минус 4. 3 тысячи. Блин, очень дорогая штука, конечно. Дом роботорговца. Несмотря на то, что всего второго уровня. Ну, типа дешевле. Короче говоря, нафиг это дело. Пока. Я и так потрачу кучу денег на сотню. Но это я вот всегда стараюсь перестраивать сразу. Потому что не хочется тратить время. Все это строить. Много-много ходов. Тут сразу получаю и гарнизон, и общественный порядок за ход. Ну, если бы это был какой-то ранней стадии игры, то и рост имел бы смысл. Сейчас рост уже смысла не имеет. Уже все выросло давно. Но мне нужен гарнизон, конечно. Ну и грабители можно совсем расформировать. Мне пока не нужен этот генерал. Я его никаким образом не использую. Тем более, когда у него очков действия уже нет. Так бы я его убрал Ларису. Он бы хоть там порядок навел. Там что-нибудь типа того. Так. Ну, клинки стоят, обороняются от Эпира. Отлично. Поклонники Кота обороняют Кульпудеу от этих вот армий. Которые могут прийти с севера. Македонских. Вроде все нормально. А, и у меня нету агента вообще здесь. Поэтому я, собственно, не могу посмотреть, куда там все эти сволочи идут. Македонские. Которые никак не умрут. Блин, уже с самого-самого... С самой первой серии я с Македонией воюю. И Эпир уже почти умер. Афины на грани, так сказать, умирания. А Македония все еще живая. Даже взял я пару наемников, потому что... Ну, нафиг. Если два стека на меня нападут, мне нужно чем-то отбиваться. Да, Акимерия тут, блин, на севере. Может быть, проблемы и потом. Я помню, какая Акимерия бывает противная. В моем прохождении за Колхиду она мне, конечно, доставила неудобства. Ну, эскадриски пока что держат пояс верности, так сказать, да. Это кто? Свеба. Это немцы. Немцы уже подступают. Рима опять нет. Блин, ни хрена. Рим не тащит. Массилия. Но это все из-за Массилии, мне кажется. Кто, кстати, не читает группу мою ВКонтакте, рекомендую заходить. Я там буду писать в темах всякие разные свои наблюдения по игре. Именно в тексте. Можно комментировать это дело, как там участвовать. Там я пишу про свой недавний опыт по прохождению на Массилии. Я, кстати, все это записал и все это на канале будет. Вот. И по-моему, именно из-за Массилии постоянно искусственный интеллект за Рим сливает. Потому что она очень сильно давит его постоянно. То есть у Рима и так проблем хватает и с всякими итальйскими там фракциями. Там одна фракция итальйская, как же ее там. Которая на севере Рима, не помню, как она там называется. С ней проблем хватает. Еще там Карфаген, естественно, всякая конетеля. И тут еще и Массилия. Да, с Массилией у искусственного интеллекта, который играет за Рим, постоянные проблемы. Но так как в прохождении за Массилию, за Массилию играл я, получилось, что я не сильно Риму досаждал. И Рим там смог развиться. Там мне понравилось. Как бы все красненькое. Рим, как бы. Рим, он там Рим, а не какая-то херня на палочке. Вот. Ну и я получил большое удовольствие, если честно. Не ожидал. Началось вторжение Эпир. Да ладно. То есть вот. Стание неминуемо. Но это мы еще посмотрим. Ну и где этот Эпир? А, вон он. Он так интересно высадился и пробежал, да, сразу. Но это, по-моему, последняя армия Эпирская. Нет? 97%. Ну-ну. 96-97. Да, 97 в режиме нападения. Эпир. Повышение ранга. Очередное. Приятно, что все генералы мои. И каждое повышение ранга мне как бальзам на душу. Так. Эпир. Нет, смотрите, вот он еще где-то лазит там. Это у нас земля-то не Эпирская ни разу. Да, это вообще какие-то варвары. Тельтские. Эпир там где-то лазит. Рядом с ними. Так. Ну, я могу спокойно вернуться даже без быстрого маршала Аполлонию. Пойнк. Минус 97, минус 4. То есть, получается, у меня реально может быть на следующий ход беспорядки. Ну, я думаю, что я эту проблему решу. Вот, например, это можно сделать, выведя военачальника героя и нажав кнопочку. И у меня сразу плюс по порядку пошел. Плюс 3. Вот так. Очень хорошо. Даже не в ноль, даже не в минус 1, а именно плюс 3. И Македонии пора уже... Блядь, а я даже не могу эту херню на самом деле перестроить. Почему я так долго откладывал снос этого? У меня же технологий даже нет. Блин. Вот я не внимательный тоже. Что у меня по пище? Ну, с пищей все в порядке. Если я это снесу, то ничего, наверное, плохого не будет. И мне нужно на этой стороне, на самом деле, иметь какой-то флот. Поэтому я перестрою это в военную верфь. Вот. Еще у меня есть 3000. Можно попробовать построить какой-нибудь храмчик такой на порядочек. Например. Да, много храмов у меня. Ну, а что делать, если с порядком проблемы? У меня уже не одна провинция, а несколько. И поэтому нужно как-то без военного вмешательства заниматься порядком. 2 400 осталось. Так, и что у нас? Ага, Афины мне надо отстраивать. Черт. Деньги-то здесь. Ага, и все, и деньги кончились. Ну, соответственно, последнюю постройку по поводу храма я отменяю. Что еще остается делать? Потому что мне не нужны никакие трущобы тут. Что это будет? Это будет, наверное, очередное лобное место, или как это называется правильно? Мне только нужно понять, где я буду заниматься производством, где я буду заниматься. Ну, в смысле, какие бонусы. Вот понятно, что в Македонии у меня идет бонус на производство от Чуда Света. А в Афинах у меня пока непонятно, что будет. Мне приходится в пограничье строить здесь ради пищи, да? Мне нужно просто на правом побережье, вот, либо Пелла, либо Афины, чтобы были с военным портом. Я пока еще не решил, что. Но, скорее всего, Афины будут с военным портом. Так, и вот она Спарта. Спарта это последнее, по всей видимости, поселение Афин. Я даже могу нанять немножечко наемников, чтобы мне было попроще. Наемные ветераны, гоплиты. Это круто, наверное. Так, и... Что-нибудь еще. У меня нет конницы никакой, абсолютно. Тарантийская конница. Это такая стреляющая конница. Возьму обычную конницу ближнего боя. Все, денег у меня больше нет. Сначала нападаю на рядом стоящего Гену. Могу его убить, причем в ночной атаке, да? То есть, чтобы совсем без потерь. Практически. Да, вот так, свободен. Военные традиции. Обожаю военные традиции. Смотрите, у меня все-все-все мои генералы, все из моей фракции. Это просто шкордос. Так, к сожалению, не могу я больше себе дать передвижение этой армии прям вот сейчас. Можно, конечно, стрелков поднять, а можно еще что-нибудь еще интересненькое взять по приколу. Просто потому, что так хочу. Что у нас тут имеется? Есть содержание всех сухопутных отрядов. Это всегда хорошо. Есть защита ближнего боя. Есть ранг новобранцев. Прибыль от разграбления. Атака ближнего боя. Защита ближнего боя. Пехота именно. Выстрелы в минуту. Скорость передвижения всей конницы. Боевой дух. Моего дух отрядов. На засаде в лесу. В ночных боях в лесу. Вот эту штуку я всегда хотел взять и посмотреть, что с нее дальше идет. То есть там могут быть еще какие-то дополнительные плюшки на втором и третьем уровне. Поэтому я возьму, чисто посмотреть. Мне интересно. Ну а генералу, конечно, я передвижение беру вообще без вариантов. Резку порит. Блин, жалко, что нельзя генералов переименовывать. Потому что это просто какой-то капец с этими именами. Да, бесплатное назначение я не сделал. Кстати, вот эти вот назначения, они как бы лучше всего делать, когда в армию отправляешь человека. А то как-то назначил, а он сидит в столице. Ничего не делает. Глупо. У него же бонус идет именно на эти... Содержание войск. Поэтому еще бесплатное назначение не можно сделать. А если за деньги назначение, за лучшее за деньги назначение делать, когда в армию отправляешь человека, конечно. Без вопросов. Все, взял я просто без разграбления, потому что у меня с порядком и так проблемы. И все, Афин нету. Где они у меня? Что-то я очень быстро нажал. Мир чудес, Спарта. О, статуя Зевса Олимпийского у меня есть еще. Это хорошо. Фракция уничтожена, Афины. Ну, все правильно. Захвачено поселение Спарта. Получены ресурсы мрамор. Очень хорошо. Так, а что там с этой статуей Зевса? Индикта хлеба и зрелища. Честно, порядок плюс 10 вся фракция. Ну, так это очень вовремя, я бы сказал. Очень вовремя. У меня как раз с порядком проблемы. Теперь у меня плюс 10 вся фракция. Ну, и доход от культуры 10%. Это тоже неплохо. Так, можно избавиться от наемников. Слишком много они жрут у меня. И у меня опять плюс по деньгам. Все прекрасно. Здесь тоже, кстати, у меня наемнички. Тоже от них можно избавиться, я думаю. Кто на меня нападать не думает. У меня по наемникам, кстати, этот самый идет стоимость содержания наемников 50%. То есть, вот это вот как бы подразумевает, что мне вообще наемников противопоказано держать очень долго. Это тебе не и Карфаген какой-нибудь. Так, ну и можно здесь да нанять что-нибудь. А можно, да, конечно. Когда денег 23 монетки, да наймешь. Вот зато у меня есть саглядаты, которые у меня... А, вон же они все, слева. Эти армии несчастные. Македонские. Одесса все еще македонские. И вот здесь вражеские грузовые суда плавают. Ну, надеюсь, тило опять не сольется. Уже надоело мне тило освобождать, если честно. Может быть, я и не стану. Если ее опять возьмут, я, наверное, себе заберу. Да. Торговый путь, конфедерация кельтов, кипит, кипер, три баллы. Можно пограбить. Видите, он красненький такой. То есть можно прямо на него встать и пограбить его. У меня с флотом вообще швах. У меня нет флота. Тупо нет. Это вообще не та фракция, которой нужно играть флотом. Я, на самом деле, очень хочу уже конницу замутить себе, потому что у них такая довольно-таки прикольная у фракийцев конница. Вообще пробивная. То есть вот если со скифами были проблемы в том, что я не мог пробить иногда броню даже гоплитов, то у фракийцев такой проблемы нет. У них очень мощная конница в этом плане. Со стрелами, конечно, проблемка, но для этого есть всякая фракийская пехота, рашевая. Да, здесь тоже все перестраиваю, потому что я не могу просто это использовать, потому что у меня нет технологий такого уровня. Приходится все сносить. Единственное, что пока можно потерпеть, тут всего тысячу монет стоит перестройка в усадьбу. И тогда мне усадьба здесь не понадобится, можно ставить что-нибудь военное в Афинах, например, палату воинов. Боевой дух отряда. Это довольно-таки неплохо. И возможность найма армии. У меня в Пелле нет такого. Ничего. Я, наверное, в Пелле все-таки из-за того, что Македония это производственный такой регион, в Пелле, наверное, все-таки буду ставить именно постройки на производство. А вот в Афинах, наверное, все-таки буду нанимать армию. Имеется в виду в Ладе. Не очень удобная Иеропитна находится, конечно, где-то на морях. Вот, кстати, в Иеропитне можно будет потом, когда я ее захвачу, построить военный порт. А в Афинах... В Афинах на еду. Тогда можно будет... Тогда можно будет в Спарте убрать эту постройку... в Сельскохозяйственную. Но это будет чуть попозже. Смотрите-ка. Кельты приняли у меня мир. И это очень хорошо. Я этому рад. Договоры не нападений даже принимают. Посмотрите, как хорошо, что я воюю и право прохода принимают. Оборонительный союз не принимает, но зато они приняли торговое соглашение и теперь у меня офигенный союзник справа. То есть я могу сосредоточиться на своих проблемах и пока не париться вообще. У меня враги остались кто? Радос. Дружат с Македонией. Нет, они не хотят со мной дружить. Ну, ладно. И Эпир, да? Радос, Эпир, Македония. Я понял. Македония. Не хочет. Радос, Эпир, Македония. Мои враги. Все остальные со мной в порядке. Что ж, это прекрасно. Ситуация выправляется. Ага, вот Македония. Это кого они? Три баллов? Да. Македония накернила три баллов. У них какая-то проблема с жрачкой в Македонии. Эпир все еще своими агентами орудует. Никак не сдохнет, падла. Что ты с ним сделаешь? А вот Масилия. Да, да, да. Очень хочу я вам показать уже, как я играл за Масилией. Мне лично очень понравилось. Я получил большое удовольствие. Я написал об этом в группе ВКонтакте. Можете почитать. Лада, восстание неминуемо. Ой, да ладно. Прям так неминуемо. А ну-ка, покажите. Так, нет. На Македонии. Где Лада? Минус 26. Нихера себе. А что так много-то? Да, нехило. Да, ну да. Все правильно. В Спарте я должен производить войска, поэтому... Так, что же делать с этой фигнёй? Минус 26 хереть. Так, 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 так. Пока что можно в Афинах гавань построить. Да, мне нужно на этой стороне хоть какие-нибудь военные постройки для кораблей, чтобы не плывать всё это из Аполлонии, да? Вот. Но потом в будущем я, конечно, могу это дело перестроить. Чтобы не тратить слот, а строить корабли на острое. Так. Остание начнётся на следующий ход. Что у меня тут такое? Налоги 12. А что так много? Налоги минус 12. У меня, наверное, налоги повышенные, да? Ну, вот так другое дело. Но всё равно на следующий ход, по всей видимости, да? Да. Потому что, блин, надо было раньше вспомнить про налоги. Я что-то совсем забыл. Так, ну я могу, в принципе, если с общественным порядком в Македонии получше стало, я могу, наверное, забрать своего агента. Вот это единственное, что на этот ход он всё равно не сможет. Я могу сейчас, наверное, начать не с агента, а армию перекинуть. Я перекину армию в Афину за счёт военного присутствия. Подниму общественный порядок. Может быть, у меня на пару ходов это всё дело отсрочится. Вот эти вот восстания все. Мне, конечно, нет, не проблема. Я могу справиться с вытяжниками. Да, вот теперь у меня три хода, да, целых есть. Очень хорошо. И я не забыл про Несс. Они могут, македонцы, пойти на Пелу. Или на Пульпудеву. То есть с Пульпудевы мне тоже войска нельзя убирать. Что у нас около Одессы творится? А, и тут армия есть. Ё-моё. Она, конечно, подыхает потихоньку, но ещё вполне себе зелёненькая. То есть нельзя ей просто так сбрасывать со счетов, да? Давай, Русаш, я здесь. Блин, 23% всего. Чё-то маловато. Отравление. Да, естественно, оно провалилось. Ещё, качайся, чё, лак. Ждновенький у нас. О, правильно. Только я сказал. И какие-то ещё скадриски идут, или кто это? Они воюют только с гетами. Они, видимо, не по македонской душе. Они вот за вот этими гетами, которые по Дунаю рассекают назад. Да уж, у них очень мощные избранные мечники. Это просто жесть вообще. Один такой отряд может вынести, блин. Целую толпу бомжей моих. Конечно, я его расстреляю, но всё равно. Очень опасные ребята. Под найму немножко войск. В Пелле можно восстановить армию. Что у нас тут, всё другие семейства идут. Ну, вот у нас старское семейство есть. Восстановлю. Ну, грабители и порочные щиты. Надо же. Давай, порочные щиты восстановлю. Вот так. Через один ход он полностью восстановится. Это, видимо, с прошлого раза ещё у него, да, там. Здесь можно даже поднабрать что-то. Я не думаю, что у них за один ход из Несса прям дойдут до Пеллы. Посмотрим, что сначала с порядком. Так. В Ладе порядок минус 7. Здесь плюс 7. Да, я очень хотел в Аполлонии построить постройку для лошадей именно в Аполлонии. То есть был такой план, чтобы у меня там гарнизон увеличился на два коника. И вообще, в принципе, я мог в провинции делать коней. Да, нанимаю в пыли народ. И денег у меня опять швах, да? Ровно ноль. Вообще, как бы чётко получилось. Да, я не забыл про этого чела. Увеличиваю, естественно, ему хитрость. Потому что... Я забыл, блин, про то, что надо бы воителя переправить в Ладу. Так. А эти обосрыши, которые... Блин, офигеть вообще. Вот чё творят? Чё творят? Глянь на него. То есть они такими вот обосранными своими войсками, которые дохнут. Они просто изничтожают Трибалов. Почему-то не захватывают у них это поселение и идут ко мне. Наверное, просто у него одна армия и не смогла дойти. По какой-то причине, может быть, их... Там остановил агент Трибальский. У них же тоже агенты должны быть, правильно, Трибалов? Вот эту армию я бы ещё раз траванул. Они... Самое главное, что когда у них идёт нехватка пищи... Да японский ты городовой, шо ж ты косолапый такой, ну? Когда идёт нехватка пищи, то можно их спокойно травить. И это будет вызовеметь эффект, потому что у них нет восстановления. У них, наоборот, идёт минус по войскам из-за нехватки пищи дезертирства. Обычно я не травлю просто так. Я травлю только перед тем, как нападать. То есть, либо когда армия находится на моей земле, когда у неё нету постоянного восстановления. А когда на своей земле у них идёт восстановление, я просто так стараюсь не травить. Но вот в данном случае, когда у них идёт нехватка пищи, то это можно делать. Это будет вызовеметь такой... Ну, по возрастающей эффекту идти, да? Прогрессирующий. Так, изящество Грифона какое-то покоцанное. Сынереи тоже все покоцанные. Но вряд ли я справлюсь своими... ...полтора землекопами. В атаку идти, наверное, не стоит. Посижу за стенами. Посмотрю, что они будут делать. Либо можно, конечно же, подогнать какую-нибудь армию на быстром марше и проатаковать щитами. Это тоже вариант, конечно. Но стоит оно того или нет. В Аполлонии у меня уже есть какой-то гарнизон такой. Пять всего отрядиков мало. Так, въёмки Белезиса. Короче, ничего я делать пока не буду. Посмотрим, что будет дальше. Ага. Ну да, просто та армия не дошла на том ходу. Вот они уже три баллов вынесли. Смотри, в Македонии опять три поселения. Что ты будешь делать с ними, а? А эти вообще с ними воюют же до сих пор? Конфедерация этих кельтов, галов или как там это называется. Короче, Галатия. Вроде воюют. Видимо, та армия, которая стоит около Одессаса не даёт им высадиться. Рабы ко мне пришли. Отлично. Это, видимо, из Несса пришли рабы. Я понимаю, что разорвано торговое соглашение с три баллами. Кир, ты к этим три баллам вообще настал. Возмездие Витида. Да, рабы из Несса пришли ко мне. Нормально. Видимо, Несса разграблена сейчас в данный момент. Скорее всего. Там та армия, которая отступила, видимо, её нету больше. Рабы её убили. Потому что она была вся дохлая дохрая. Это значит, что не будет здесь рабов, я бы Несса взял. Но именно причина, потому что Несса разграблена, это именно рабы. То есть, вот, да. А сейчас из-за педамна эта сволочь может пойти на Аполлонию. У меня, блин, минус идёт по порядку. Но мне нужно в Аполлонию как-то вернуться. Ну да, вот этого генерала надо. Тьфу, блин, героя надо отправить сюда, потому что проблемы по... Ёперный театр я не достаю. Я не достаю до Аполлонии. Твою мать. А они достают вообще в лёгкую. Что это означает? Означает то, что я могу потерять Аполлонию, которую я так долго отстраивал. Сука. Этим сраным, блин, ушлёпком, которые уже почти сдохли. Вот этих прочных счетов мне не хватит, чтобы защитить от такой пачки, блин. Твою мать. Есть шансы, конечно. Но очень небольшие. Первый договор они не хотят. Монет у меня 445 всего. Твою мать. Так, ну Пелли ничего не угрожает. Вот Пульпудеве, да. Блин, если бы не эти рабы, я бы из Пульпудевы армию довёл бы, наверное. Там хорошие дороги. Ладно, я подведу сюда армию, чтобы хотя бы на следующий ход отбить эту Аполлонию. Ах. Сучандры. Так, у меня все персонажи мои. Я, короче, сделаю следующий прикол. Я возьму в прочных счетах. Поменяю вот этого генерала, чтобы его не терять, на генерала из другой фракции, которая у меня здесь в другие семейства. Они у меня все сейчас в других семейств. Надо кого-нибудь взять, самого ненужного. Самого тупого такого. Или, наоборот, самого нужного. Хе. В общем, главное, чтобы он был из других семейств. Возьму конницу. Потому что у меня коней вообще нету, а мне нужно делать какие-то фланговые обходы. Явно, эту битву мне придётся играть вручную. Так. И даже агента рядом нет никакого, чтобы задержать эту тварь. Хотя у меня же был агент, блин. Этот герой. А я что-то даже не подумал. Да, теряю хватку уже. Мне надо было моего героя, который под Ларисой себя стоит, надо было отправить, попробовать задержать ту армию. Вот она, ошибка. Вот такие маленькие. Ну да, конечно, а как же. Здрасте. И что у меня? Четыре отряда прочных щитов. И пять отрядов гарнизона. Много-много против меня врагов. Конечно, они попоцанные все. У них конницы как раз, два, три, четыре, пять, шесть отрядов. Причём два из этих отрядов конницы стреляются. У них есть дальнобойные юниты. У меня один-единственный отряд конницы. Это мой генерал. Да, они камельфор. Так, ну и где враги? Тут и защищать-то, конечно, поселение-то варварское. Вот раз враги, я понял. Два враги. Блядь, они с трёх сторон нападают. Прекрасно просто. Ничего не скажешь. Здесь всякие пикинеры в тораксах. Но очень сбалансировано они, конечно, отрядики расположили. То есть, мне не получится так, чтобы смайнать один отряд полностью. Потом переключиться на другой. Но в любом случае, мне бы хотелось поначалу держаться подальше от дальнобойных юнитов, от всяких прачников. Поэтому, наверное, я где-то здесь буду располагаться. Вот здесь вот эти два отряда, они хоть и ближе нападут практически одновременно, зато здесь нету всяких прачников. Так. Ну вот этот перекрёсток и надо закрывать. Что ещё делать? А эти ребятки подольше будут топать. Они там находятся на ошибе немного. Вот они прачники, да. Для моих стрелков это страшная церковь, конечно, прачники. Ну и конец, естественно. Но конец я как-то закроюсь, хотя бы чуть-чуть. Оставлю здесь. Так, нет, ни одного отряда здесь хватит, здесь узенька очень, улочка. И попробую какую-нибудь какую засадку сделать. Такое, для обходного манёвра. Ну вот, просто за углом, грубо говоря, встать. Ну давай. Подходите, сволочи македонские. Питатели дротиков. Гоплиты, вся фигня. И здесь. Да, надо им отключить режим перестрелки, чтобы они не убегали. Стояли, стреляли, падлы. Эти там подальше идут. Пускай идут. У меня заруба уже сейчас вот начнётся с минуты на минуту. И те к празднику не успеют, попозже подойдут. Давайте, 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 идите быстрее. Я хочу уже по вам пострелять. И как только они подойдут достаточно близко, я начну обход. В тыл, так сказать. Какие? Уже начинают подходить потихонечку, да? Но всё равно они ещё довольно далеко. Так, они ещё тут в кустах скрылись, блин. Нет никаких, к сожалению, умений у моих бомжей. Толком. Пошла жара. Как они умирают? Да очень неплохо они умирают, на самом деле. Блин, они тоже стреляют там. Ладно, по-моему, пора. Выходим. Сразу направляю своего генерала на метателей дротиков. Да блин, я же зацепил генерала опять. Раз. Так. Этих сюда, чтобы в спину накидывать гоплитом. А, он гоплитов немножко развернул, да? Смотрите-ка, у них один отряд уже побежал. Кстати, посмотрел я, как этот игр пишется. Игорь Фаблад. Игорь, это... Означает нетерпение. Как... Я всегда читал жажду крови, но нет, это нетерпение. Типа, очень-очень... Очень хочется, так уж уж прям не могу. Так, конница как-то забежала в тыл. Два коньяки, но ничего. Ой, у меня полностью уничтожились отряд копейщиков моих. Но моя фракийская бельтаста еще держится. Отвожу немного своих бельтастиков пострелять по коннице, которая там ломается. Что мне нравится в моих застрелах, то что они довольно мощные. Ребятки могут довольно долго держаться в ближнем бою. Смотрите, а исполнитель плохо действует, у него конница вроде бы ближняя, ну, дальнего боя тоже. Но они довольно неплохо... О, прикольно, кстати, у меня у этих бельтастов есть быстрая мочилова, то есть не у всех, но у некоторых есть. Ну что, неплохо держусь, я, по-моему. Да, у них, конечно, не дофига, блин. Гребаные кавалерии, почему мои копейщики стоят, я вот этого понять не могу. Мне нужно было их направлять, конечно. Они вроде как победили и стоят на хер не делают. Это ошибка моя. Побежали. Гоняйте метателей дротиков. Хватит уже тут дуэльку играть. Тракийская конница продолжает настреливать, я ее не гоняю. Надо ее погонять. Тяжело контролировать, конечно, без паузы, без всей херни. Легенда есть легенда. Подошла, наконец-то, эта последняя пачка. Я попытаюсь отступить немножечко. У меня патроны заканчиваются. Вот, вот. Чорсировано. Генерал у меня. Нормально работает вообще. Отойду, чтобы не хфэшить. Добить на Тарантийскую конницу. Там пока македонцы довольны тем, что взяли центр города. Это, конечно, по морали моей сильно бахнуло. Вот у меня начинает уже, ребята, так немножечко по моральке проседать. Я вступлю еще чуть-чуть. Перестроюсь. Регрупп надо сделать. Это кто, метатели дротиков? А че это они бегут такие смелые? Ну-ка, дайте понять. Супер, они до сих пор видят меня. И как я вижу, странно это такое. Когда ты стоишь, просто тебя не видно. Когда двигаешься, то тебя видно. Хотя, по идее, не должно быть видно. И так это, по крайней мере, как варенье было. Ты заходишь в лес, то если вплотную не подошел, то не видно. Они-то вообще не в лесу. Они вон через лес кигают. То есть они видят меня на другой стороне леса, да? Попробую обойти это дело конницей. Не выведу вперед своих копейщиков. Меня эти гоплиты не давили. Да, куда ты побежал, бляя? Да, для контроля мне тоже немножко не хватает. Для пикинеры, ёпперный театр. Нет, для пикинеров у упора я не побегу. Сука, проседаю по морали. Это очень плохо. Это потому, что я потерял центр города. Мне бы еще один отряд конницы, я бы забрал центр города обратно. Растянул бы их, они бы бегали назад-назад. Так, я хочу пробежать за всей этой шелупонью и конницей своей вынести прорачивание. Может, они сейчас как раз за центром и забегут. Для меня очень сильно мораль просекает. Это было. У этих пельтастов уже нету патронов. Так, генерал их не согрелся на меня, побежал, не участвует в битве. Ну, мне кажется, пикинерам вражеским и так хватит. Да, они не мои, конечно, ничего не могут сделать с пикинерами. Все, все побежали. Ладно, я хоть генералу не добью выметателей гротиков, всяких прорачников, все остальное шелупон. Отойди, может быть, спасешься еще. Блин, патронов, конечно, нету, жалко. Кончились патрончики. Все, генерал остался один. Добивай, добивай прорачников. Пикинеры, 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 пикинеры. Остались одни пикинеры, да. У меня просто тупо не хватило на них патронов. На этих пикинерах. Может быть, надо было, конечно, принимать сначала этот отряд с пикинерами. Гонять прачников. Потратить патроны на них. А потом уже все остальное. Не знаю, в общем. Не знаю. Может быть, можно было попробовать это дело затащить. Потому что и так, в принципе, неплохо получилось. А может быть, морали опять не хватило бы. Итак, сколько я убил? 771. Ну, я большую часть убил, конечно. Войска у меня слабее были. Ну, ничего. Могло быть и хуже. Да, Аполлонию забрали у меня. Все мои постройки надо было. Героическое поражение. Ну, ёп. Героическое, да. Ну, поражение. Так. Падлы, а, македонские? Прошли вот просто На последнем издыхании Захватили, блин, три поселения Нес и Педавно, Полония вообще Офигеть Полония это несчастная Сколько раз ее я грабил Достойная смерть, ну да Отмененный дикт, кстати Я просто все время забываю Пройти и дикты несчастные Конфедерация кельтов С ними все в порядке у меня, Тила Ты не хочешь поторговать? Еще один торговый партнерчик 90 монет О, без рыбьи и рак-рыба Анна Отдавай мне мою Аполлонию Порадовался и будет Майо Ты думал, что я тебя Оставлю, да? А? Так, ну и что он там Натворил, падла? Ё, первый театр Я ж ничего даже Построить не могу У меня сколько? 593 монеты всего Блять Понятно То есть у меня сейчас будет Две трущопки Да? Отлично Что я могу сказать Рабы тут у меня Грабить начали Поэтому приходится их убивать Я надеялся, что они слиняют Как-нибудь отсюда Увидят, что у меня заслоит нечего Пойду обратно Нет Вот сейчас вот непонятно Они на моей территории Или на вражеской территории Вот они как-то на границе так встали Если бы они были на вражеской Я бы их, может, оставил Сто процентов А так непонятно Поэтому я убью лучше Совсем Сто процентов Мертв Так Да-да-да Сильные всегда Сильные всегда Поберяют славу Капитан Очевидность Я бы даже сказал Эдмирал Ясен Хуй И Вон у меня наверху еще армия И я опять получил Поселение Блять С трущобами По всей видимости У меня получается Будет аж 4 трущобы На следующем ходу А это получается Минус 6 За каждую трущобу По пище То есть Минус 24 По пище То есть У меня будет Минус 19 По пище На следующем ходу И я никакими Технологиями Это исправить не могу Возьму просто Технологию На стоимость Содержания Всех армий Что еще делать Денег у меня нет У меня 1400 монет Всего на следующем ходу Будет Грабить Сука Некого Надо было Просто не хотел Я грабить Эти поселения Потому что Ну они как бы В моих провинциях Да И на всю провинцию Влияют Но видимо Надо было Потому что Тогда бы я Имел какие-то Деньги Я мог бы Избавиться От трущоб И теперь Я поимею Блин Голодовку И у меня все Армии начнут Проседать Что очень печально И в Аполлонии И в Нессе Сука Денег получить Неоткуда Абсолютно Я могу Я могу Конечно Эпидамм Еще Попробовать Взять В принципе Наверное мне надо бы Эпидамм Взять Но только на этом ходу Я этого сделать не могу Потому что У меня не точка Действия В этой армии Но это все Конечно здорово Но это все На следующий ход Только мне даст Бонус По деньгам Че пришел Блин сюда Этот агент Я же с ним Не воюю Восстановлю Наследие Чисто ради Того чтобы Порядочко Да Вот видите Минус 18 Уже было Минус 20 И у меня с порядком И так проблемы Будут нехило А и дикт Кстати Первый театр И дикт У меня же упал Дикт Я могу сейчас хлебоизрелище Поставить Это даст мне и пищу Чуть Блин Это что Сбор подойти Мне не Общественный порядок За счет налогов Плюс 3 Надо же Это как это вообще Пищи даст 4 Доход от культуры 25% Общественный порядок 19 Это очень неплохо Ну ладно Чуть пищи Конечно меня это не спасет От голода Никоим образом Но по крайней мере Я смогу Хотя бы быстрее На следующий ход Избираться От этого голода Я бы конечно избавился Сразу Если бы смог Снести все Трущобы за раз Но для того Чтобы все Снести трущобы за раз Мне нужно Получается 2000 монет У меня столько Не будет У меня там 1500 всего доход Даже 1400 Что означает Что у меня Нихера не будет денег Чтобы снести Даже 3 Трущобы Ну Может быть Я смогу Эпидамин взять И его Что-нибудь С ним сделать С кем я еще воюю Я еще воюю С сиракузами Ну Понятное дело С македонией Трущобы 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 Ну да Отлично Вообще Минус 15 Минус 15 По пище Идет За счет того Что я Эдикты сдал То есть Так бы было Вообще Минус 19 За счет Эдиктов У меня еще Плюс 4 Так Снести Это стоит 500 монет Вот я Сношу Идет Расчетки В Аполлоне И все Больше денег нет Если сейчас На меня напает Какая-нибудь Понючая Македония Так Вот это Самая Большая Армия Ужаса Реса Ее Мне надо Задержать Это все Я отобьюсь Македония Я не боюсь Если кто-нибудь Еще нападет 38% Это Падло Может еще И сфейлиться В прошлый Раз Вообще Его Нафиг Ранили Когда он Пытался Что-то Там Потравить Надо Захватить Еще Вот Это Несчастное Поселение Тогда Я выполню Первую Главу И мне Плюшки Дадут Хотя Рандин Дадут 2500 Все остальные Условия Главы Ни хера Не могу Уплать Так А это Кусочек Вообще Другой Провинции Можно Ее Пограбить Так Вся Основная Армия Находится В Македонии Около Одессаса Компенсация Кельтов Очень Неплохо Разрослась Посмотрите Вообще Неплохо Интересно Почему Каппадокия До сих пор Не вынесла Дружат Они С ними Что-ли Каппадокия Это По-моему Восточная Фракция Да Галатия Это Кельта Так Кемерия Вот мне Было бы Самое Прикольное Чтобы Кемерия Начала Войну С Галатией Вот Этой Вот Несчастной А я Здесь Спокойненько Себе Развивался Мне Только Нужны Эпидамоны И Все В принципе Дальше Я буду Счастлив Единственное Жалко Что я Фракию Полностью Не могу Захватить Для этого Придется Тилу Выносить А я Не хочу Может И Вынесу Посмотрим Может Кто-нибудь Другой Тилу Выносит А я Так сказать Себе Заберу Будем Посмотреть Рим Что-то Тащит Нифига Его Вообще Не видно На горизонте Где он Херня Какая-то Что тут У нас Еще Кемерия Два Татал Легендарный Ройн Сложности Подписывайтесь Заходите В группу Вконтакте Всем пока Субтитры Субтитры